Что ж, брат Сюньгунь, вижу, ты в приподнятом настроении. В твоей жизни происходит что-то хорошее? Да, в этом ты прав. У меня есть отличная новость абсолютно для всех. Что ж, давайте послушаем. Я услышал свидетельство о том, что Господь воплотился и тайно сошел на землю. Воплотился? Верно. Тайно сошел на землю? Верно. Да как такое возможно? В Библии есть пророчество о том, что Господь вернется с облаками и узрит его всякое око. Это будет целое зрелище. Молнии, гром, бушующие облака, марширующие войска и сотрясающиеся земля и небеса. Настроение у всех будет праздничным, безграничное волнение, торжествующая радость и несдерживаемое оживление. Постой, постой, постой. Гляди, как увлекся. О, да. Ты знаешь лишь часть истории, но не всю историю. А, скажи, почему же ты так решил? Что говорится в главе 1 стихе 7 Откровения? «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Эй, ты только что сказал, что когда Господь придет с облаками, люди будут торжествовать и радоваться. Совершенно верно. Почему же тогда здесь говорится, «и возрыдают пред ним все племена земные»? Ой. Ну? Ой. Ну? А почему люди возрыдают, когда увидят его грядущего с облаками? Эй, если ты хочешь это понять, нам следует посмотреть и другие пророчества о возвращении Господа. Другие пророчества? Угу. В Библии еще очень много пророчеств о возвращении Господа. О? Пришествие с облаками – это не единственный способ возвращения Господа. То есть ты хочешь сказать, что Господь придет как-то по-другому? Да, совершенно верно. Что говорит стих 15 главы 16 Откровения? «Се, иду как тать». А в Евангелии от Матфея? «Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему». А стих 20 главы 3 Откровения? «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». А в главе 17 Евангелии от Луки? Эй, подожди, подожди. Ты решил собрание по изучению Библии провести? Я говорю о разных путях возвращения Господа. Разве эти тексты из Библии доказывают, что Господь придет как-то иначе? А разве нет? А? «Но в полночь раздался крик». Так. «Стою у двери и стучу». Так. «Иду как тать». Так. «И ты ничего из этого не понял, что ли?» А! Понимаю. Ты понимаешь. Понимаю, что совсем запутался. Ты бы лучше объяснил. Если единственный вариант возвращения Господа – это схождение с облаками, то как же исполнится пророчество «Иду как тать»? Ты прав. Если он сойдет на облаках и все его увидят, зачем кому-то кричать «Жених идет! Выходите навстречу ему!» и нужно ли будет Господу стоять у двери и стучать? Похоже, что это действительно не единственный способ Его возвращения. Да. Тогда объясняй дальше. Согласно пророчествам Господа, сначала Он сойдет в тайне, а уже потом явится перед всеми. Славанов полночь раздался крик «Стою у двери и стучу» и как тать относится к тайному пришествию Господа. «Се грядет с облаками», сказано о публичном явлении Господа. Вот как исполнится пророчество Господа. А, так Господь сначала вернется в тайне, а уже потом явится публично. Да. Ага. Так зачем же Ему приходить в тайне? Тайное пришествие – это когда Бог становится плотью и приходит на землю как Сын Человеческий. Становится плотью? Угу. Сын Человеческий? Это основано на пророчестве? Конечно, это основано на пророчестве. Господь Иисус несколько раз пророчествовал о том, что Его возвращение будет как Сына Человеческого. Он явится в образе Сына Человеческого и грядет как Сын Человеческий. Например, Евангелие от Луки, глава 17, стихи 24 и 25. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистая и до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен уродом Сим». Это основано на пророчестве? Да. Да. Тогда что подразумевается под Сыном Человеческим? Сын Человеческий – это тот, кто рожден от человека и имеет нормальную человечность. Если речь идет о духе, о духовном существе, то его нельзя именовать Сыном Человеческим. Да, это верно. Вот почему пророчество Господа о явлении Сына Человеческого и пришествии Сына Человеческого говорят о возвращении Господа во плоти? Если Бог не стал плотью, то Его нельзя назвать Сыном Человеческим. Подобно тому, как Бога и Иегову, Который есть Дух, нельзя назвать Сыном Человеческим. А-а-а! Значит, пришествие в образе Сына Человеческого означает воплощение Бога? Именно. Действительно тайно. Но кроме того, Господь Иисус пророчествовал, но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен родом Сим. Это еще больше доказывает, что Господь вернется во плоти. Если бы единственным способом вернуться для Господа было сошествие с облаками, то как бы исполнилось это пророчество? Это верно. Если бы Господь вернулся только с облаками, кто бы осмелился противостоять Ему или отвергнуть? А, вот теперь ты понимаешь. Да, теперь понимаю. Но почему Бог в последние дни приходит воплоти? Что ж, вот это хороший вопрос. Теперь объясни. Бог приходит в последние дни, воплотившись с целью выполнить работу суда. Работу суда? Всемогущий Бог говорит. Когда Бог становится плотью в этот раз, Его работа заключается в том, чтобы выражать свой характер, прежде всего через обличение и суд. Используя это в качестве основания, Он приносит больше истины человеку, показывает больше пути практики и, значит, достигает своей цели завоевания человека и спасения человека от его порочного характера. Вот что стоит за Божьим трудом в период царства. А, так Бог приходит воплоти, чтобы выразить истину и совершить работу суда? Да, это и будет исполнением пророчеств Господа Иисуса. Каких пророчеств? Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью Себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день. Бог приходит в последние дни, став плотью, чтобы выразить истину. Пророчества об этом встречаются в ранних книгах Библии. Верно. Эй, а почему бы Богу не выполнить работу суда в качестве духа? Подумай над этим. Если бы Бог выражал истину и совершал работу суда как дух, легко ли было бы людям понять и принять это? Эй, теперь это напоминает мне слова из Библии. Весь народ видел громы и пламя и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказал Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать». Да. «Но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». А о чем нам говорит этот библейский текст? Если Бог заговорит через гром в небесах, люди не поймут или не посмеют приблизиться. Это правильно? Я думаю, правильно. Бог и Иегова сказал Моисею, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Именно поэтому Бог вынужден прийти воплоти, чтобы совершить работу суда. Всемогущий Бог говорит, «Если бы Он пытался спасти человека непосредственно через Духа, человек никогда не смог бы обрести Его спасение. И если бы Бог не принял внешний облик сотворенного человека, люди не смогли бы принять это спасение. Потому что человек никоим образом не способен приблизиться к Нему, точно так же, как никто не мог приблизиться к облаку Иеговы. Только став сотворенным человеком, то есть обликая Своё Слово в плоть, которой он станет, Бог может лично работать Словом во всех тех людях, которые следуют за Ним. Только тогда человек может лично услышать Его Слово, увидеть Его Слово и получить Его Слово, а затем через это обрести полное спасение». Теперь я всё, наконец, понял. Бог приходит, став плотью, потому что этого требует Его план управления, и этого требует развращенное человечество. Точно. Очень глубокая мысль. А значимость того, что Бог приходит в тайне, чтобы совершить свою работу, простирается ещё дальше? Да? Есть что-то ещё? Библия пророчествует, что когда Господь вернётся, Он отделит добрых рабов от нечестивцев, козлов от овец, пшеницу от плевел, а мудрых дев от неразумных. Не так ли? Именно так. Но как это связано с тем, что Бог приходит в оплоти, чтобы совершить работу? Я приведу тебе не очень точный пример. Давай. Если император хочет прислушаться к мнению общества и выявить предателей, как лучше всего это сделать? Переодеться простым человеком и провести расследование. Именно так. Если бы император поехал в своей колеснице, в окружении охраны, и во всём своём великолепии, чиновники стали бы из кожи вон лезть, чтобы поприветствовать его, и боялись бы оплошать. Верно. И в этом случае было бы невозможно узнать, кто подлинно предан Ему, а кто предатель. Да, это точно. Бог приходит в оплоти, чтобы совершить работу и… Стой, я понял. А? Ты хочешь сказать, что Божье воплощение создаёт более благоприятные условия для раскрытия людей? Точно. Если бы Бог сошёл с облаками напрямую и указывал бы на людей, и называя одних злыми рабами, других – козлами, или указывал бы на тебя, назвав тебя неразумной девой, тебя бы это убедило? Без фактов, раскрывающих истину, ну, конечно же, нет. Вот почему, когда Бог приходит в оплоти, чтобы совершить работу, это раскрывает всех людей. Те, кто стремятся к истине и слушают голос Бога, это мудрые девы. Они видят явление Бога в словах и работе всемогущего Бога и приветствуют Его возвращение. Божьи овцы слышат Его голос. Неразумные девы, в силу того, что воплощённый Бог выглядит обычно и нормально, легкомысленно судят, проклинают Его и противятся Ему, а это раскрывает нечестивцев. Вот это да! Бог, совершающий работу, как воплощённый человек, действительно делит людей по роду их. Бог так мудр! В последние дни Бог приходит в оплоти, чтобы совершать работу, выражать истину, совершать работу суда, очищать и спасать человечество, а также формировать группу победителей накануне великого бедствия. Позднее, когда Бог наведёт великое бедствие и начнёт раздавать награды и наказания, Он явится перед всеми странами и народами. Итак, это этапы Божьей работы. Принимающие работу всемогущего Бога в последние дни испытывают обличение в Божьих словах и становятся очищенными. Они будут приведены в Божье царство и насладятся Божьими обетованиями и благословениями. Похоже, что ключ к приветствию возвращения Господа – слушать голос Господа и принимать тайную работу воплощённого Бога в последние дни. Да, это верно! Всемогущий Бог говорит, «Многим людям всё равно, что я говорю. Но я всё равно хочу сказать каждому так называемому святому, который следует за Иисусом, что когда вы увидите Иисуса, сходящего с небес, на белом облаке собственными глазами, это будет публичное явление солнца праведности. Возможно, для тебя это будет временем великой радости. Но ты должен знать, что время, когда ты увидишь Иисуса, сходящего с небес, станет тем временем, когда ты сойдёшь в ад, чтобы понести наказание. Этим будет ознаменовано окончание Божьего плана управления. И это будет тогда, когда Бог вознаградит праведников и накажет грешников. Ибо суд Божий окончится, прежде чем человек увидит знамение, в то время, когда будет лишь выражение истины. Слова всемогущего Бога более чем ясны. Если люди по неразумению ожидают публичного возвращения Господа Иисуса с облаками, отвергают противиться работе Господа Иисуса, когда Он приходит в тайне, результаты даже страшно предположить. Да. Если ты ждёшь времени, когда Бог сойдёт при всех с облаками, чтобы принять Его, ты чинишь течь в своей лодке, выйдя в открытое море. К тому времени уже слишком поздно. Отлично. Но теперь мне пора. Стой, стой. Куда это ты? Исследовать работу всемогущего Бога в последние дни. Да. А Он действительно всё понял. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ